Почти каждой современной игровой студии не дают покоя лавры From Software и её серии Dark Souls. Все хотят настолько же успешный микс из интригующего лора, хардкорной боёвки до безобразия гибкой ролевой системы и почти бесконечной реиграбельности. Однако ни у кого так и не получилось однозначно повторить эту хитрую геймплейную формулу. Впрочем, не стоит забывать, что и первая Dark Souls появилась далеко не сама по себе. До неё был проект, который вывел все основные геймплейные столпы серии «Тёмных душ». Проект, который до недавнего времени был несправедливо забыт большинством игроков. Проект, благодаря которому появился собственный осознанный поджанр — Souls-like. Говорю я, конечно же, о Demon's Souls. Сидя на холодном полу Нексуса, текст написал Павел Зуев. Озвучил в святилище бурь Антон Киреев. А смонтировал, используя древние заклинания, Александр Камаев. С вами iGEM. И давайте разберёмся, как Demon's Souls опередило своё время. Не забывайте подписываться на канал и бить в колокольчик. Мы начинаем. Однако сначала немного крутых новостей. Помните, мы вам рассказывали, что в нашей группе ВКонтакте появился бот? Да, тот самый, что сделает вам по-настоящему уникальную и яркую аватарку. Всего-то нужно прислать ему фотографию, а он преобразит её в разных игровых стилистиках и отправит вам четыре варианта. Можно, например, получить аватарку в стиле киберпанка или нашумевший Atomic Heart. Вот глянь, перед вами подборка лучших работ. Если хотите так же, то переходите по ссылке в описании уже сейчас. История разработки Demon's Souls начинается в далёком 2004 году. В то время From Software уже была далеко не новичком в игровой индустрии. Как минимум, студия успела прославиться культовой научно-фантастической тактикой Armored Core и мрачными данжен-кроулерами Kingsfield. Так что разрабатывать игры в тёмных фэнтезийных вселенных Фромом было не в новинку. Однако один из проектов никак не желал выходить из стадии препродакшена. Прототипу не хватало единого видения, из-за чего его постоянно пересобирали чуть ли не с нуля. Получалось, что деньги студии утекали впустую, и срочно нужен был человек, что доведёт проект до ума и выпустит в хоть сколько-то приличном состоянии. Именно тут на сцене появляется всеми нами обожаемый любитель отравленных болот Хидетака Миядзаки. Он узнал о существовании многострадального проекта и благодаря своей целеустремлённости смог заполучить кресло руководителя. Как только он увидел, что наворотили другие разработчики, то пришёл в настоящий ужас и принялся в очередной раз всё переделывать с нуля. Для начала он наконец-то вывел единое видение готовящейся игры. Проект обязан был быть по-настоящему сложным, но при этом не перегибать палку. Игрок должен много умирать и встречать множество трудностей. Всё для того, чтобы по итогу сам процесс преодоления очередного препятствия ощущался как своеобразное вознаграждение за пролитые на геймпад кровь и пот. Миядзаки своим проектом хотел вернуть времена, когда балом в игровой индустрии правил геймплей, а не сюжет или режиссура. Да, уже в 2004 году у Маэстро казалось, что кинематографичных проектов вдруг стало слишком уж много. Об играх, дающих честный челлендж, игроки стали понемногу забывать. Ха, интересно, Холивара Кенце живёт уже почти 20 лет, получается. Вдобавок Миядзаки считал, что на современных консолях стало слишком уж мало ролевых игр в сеттинге тёмного фэнтези. Поэтому в качестве основного источника вдохновения для мира своего проекта он взял серию Kingsfield с авторством той же From Software. В дальнейшем концепция игры не претерпевала крупных изменений. Вообще, если уж быть откровенным, то стоит признать, что Хидетаки охренеть как повезло. Мало того, что это был его первый крупный проект, где, как разработчик он занимал лидирующие позиции, так ещё и в разработку игры топ-менеджмент студии практически не вмешивался. Из-за чего у команды Миядзаки было огромное пространство для манёвра и почти полностью развязанные руки. Впрочем, такая свобода никогда не даётся просто так. Когда игра обзавелась названием Demon's Souls и уже была почти готова, в её успех не верил вообще никто. Вот прям вообще. Ни сами разработчики, ни издатель в лице Sony, ни даже президент PlayStation Studios, Сёхей Юсида. Более того, Юсида считал Demon's Souls по-настоящему отвратительной игрой и мусором. Единственное, почему игру всё ещё хотели выпустить, это потому, что на её разработку было затрачено слишком уж много денег и времени. И то выпустить это громко сказано, так как в Северной Америке проект релизить вовсе не собирались. Дальше было только хуже. В 2008-м на Tokyo Games Show, крупнейшей выставке в Японии, посвящённой видеоиграм, Demon's Souls встретила целая волна хейта. Игроки настолько отказывались вникать в игру, что бросали стенд на экране создания персонажа. А игровые журналы писали, что демоны — это настоящая катастрофа. И вы, блин, не поверите, но дальше всё было ещё хуже. Несмотря на всё-таки хорошую прессу с восьмёрками и девятками, в момент релиза Demon's Souls 5 февраля 2009 года на территории Японии, игроков проект натурально отпугивал. За неделю продали всего 30 с лишним тысяч копий. Казалось бы, всё, тотальный провал, можно сворачиваться. Однако случилось настоящее чудо. Понемногу игроки начинали понимать, что Demon's Souls — совсем нетипичная фэнтези-РПГ, что она нечто большее и не похожа ни на одну другую выпущенную ранее игру. Сарафанное радио заработало на полную катушку, и вот, спустя несколько месяцев продали уже более 100 тысяч копий. Продажи неуклонно ползли вверх. Вскоре необычным проектом заинтересовалось американское отделение «Атлус». Да, той самой, что за персону отвечает. Причём заинтересовалось так, что по итогу подписала контракт о выпуске Demon's Souls на территории Северной Америки. Дальше пусть говорят цифры. За месяц релиза в Америке продалось 150 тысяч копий. Ещё через месяц цифра увеличилась до 250 тысяч. Для проекта, на который не возлагали никаких надежд, это был настоящий успех. В какой-то век игроки решили отбросить свою зашоренность и открыться чему-то новому. Да, многие жаловались на бескомпромиссную сложность как локаций, так и боссов, но хвалили гибкую систему прокачки и крайне интересный проработанный лор. Но конкурентов у Demon's Souls попросту не было. Она целиком заполнила созданную ей же нишу. На неё лепили ярлык экшен-РПГ, но скорее от безысходности. Потому что никто не мог с полной уверенностью отнести игру к какому-либо существующему поджанру РПГ. Объяснение случившемуся было простым. Хидетака Миядзаки изобрёл собственный поджанр, а Demon's Souls — его первая ласточка. Представим на секунду простого геймера из 2009-го. Каким-то чудом к нему в руки попал диск со странной фэнтезийной игрой Demon's Souls. Он думает, что его ожидает красочное приключение со спасением мира и убийством толп драконов. И вот, запустив игру и дойдя до финала обучающей локации, чья атмосфера далека от типичного яркого фэнтези, он встречает почти неминуемую смерть. Смерть, в принципе, поджидала игроков практически на каждом шагу. Часто умирать приходилось даже в боях с самыми простыми мобами и при спокойной, казалось бы, прогулке по локации. Однако мало того, что смерть была вездесущей, она ещё и отбирала всю накопленную валюту, за которую можно прокачиваться. И, как вишенка на торте, отправляла вас в самое начало локации, отреспавнив почти всех ранее убитых противников. Только тогда к игрокам приходило понимание, что чекпоинтов практически не существует. Пройти локации и убить босса надо за один присест. Поставить игру на паузу нельзя, а возможность сохраняться отсутствует вовсе. Из-за подобного подхода игрок всегда оставался на стороже, смотрел под ноги и не расслаблялся даже во время схваток с рядовыми мобами. Ведь умереть значит потерять не пару минут прохождения, а все 40-50. Всего в Demon's Souls для изучения доступно 5 миров. Каждый из них имеет уникальный дизайн, а также уникальный набор противников. Причём чем дальше вы продвигаетесь, тем их больше и тем они опаснее. Локации здесь построены таким образом, что игрок никогда не чувствует себя в безопасности. Везде расставлены разнообразные ловушки и засады. Причём о некоторых из них узнать заранее невозможно. Придётся умирать. А если умер... Ну, что тут поделать? Начинай заново. Проходить локацию с самого начала – это ещё полбеды. Demon's Souls стремилась вставить как можно больше палок в колёса незадачливым игрокам. Ведь если вы умерли, то полоска здоровья обрубается на треть, и вернуть её былое величие можно только специальным расходникам. Однако если вы снова умрёте, то хп опять располовинит. И чем чаще вы будете умирать с полной полоской здоровья в своей, так скажем, человечной форме, тем сильнее будет страдать тенденция уровня. Что за тенденция такая? Тенденция – состояние этих самых уровней. Изначально она светлая, однако если вы часто умираете в человечной форме или совершаете убийство невраждебных персонажей, то она начинает темнеть. Чем темнее тенденция, тем безжалостнее становится локация. Противники бьют сильнее и становятся более живучими, а порой даже появляются уникальные, особо сложные враги. И исправить тенденцию, возможно, выполняя всякие квесты и убивая боссов. Чем она светлее, тем слабее будут ваши враги. Всё просто. Тенденция присутствует не только у локации, но и у вашего персонажа. В зависимости от того, какая она у вас, меняются некоторые ваши характеристики. Например, если вы будете ходить без человечности, но при этом ваша тенденция будет светлой, то вы будете наносить повышенный урон. Получается, что умирая мы не просто теряем прогресс, но и делаем наше прохождение ещё сложнее. Да, казуалом путь в Demon's Souls был попросту заказан. Ведь смерть здесь. Это в первую очередь наказание для неумелого игрока. И если у него нет сил преодолевать, то он будет бесконечно страдать. Зато если пересилить себя и начать исправлять тенденцию, то воочию заметишь, насколько проще становится прохождение. И как раз основной способ восстановления тенденции – это убийство боссов. Каждый босс в Demon's Souls – отдельный предмет для разговора. Это не были типичные закованные в броню людишки с увеличенным количеством здоровья. Нет. Такие тут тоже были, но большинство требовало уникального подхода и имело определённую слабость. Разгадать эту слабость, а затем использовать её в качестве преимущества было главной целью всей битвы. В первую очередь сама игра диктовала условия сражения. Игроку оставалось лишь приспособиться или отлететь в самое начало уровня. Христоматийным примером является один из первых боссов у многих игроков – «Башенный рыцарь». Он почти десяти метров ростом, полностью закован в непробиваемую броню и таскает таких же размеров щит. Ковырять этого исполином и чём просто так – бесполезно. Нужно найти способ повалить его на землю и бить в голову, иначе битва рискует затянуться очень уж надолго. Не менее интересный пример – старый герой. Этот босс ловок и быстро убежать от него по прямой невозможно, а уворачиваться от стремительных ударов – крайне сложно. Так что ж с ним делать? В чём его слабость? В том, что старый герой слеп. Если снять броню и ходить по арене аккуратно, не бегая из стороны в сторону, то боссу придётся передвигаться по арене буквально на ощупь. И такие слабости есть почти у каждого босса в игре, что делает битвы с ними по-настоящему уникальными и незабываемыми. Много ли боссов вы сможете вспомнить из той же, ну не знаю, Дарксайдерс. Вот и я почти никого сразу не могу назвать. Зато из Димон Соллс сходу назову Властителя Бурь и Деву Астрея. Единственное, что хоть как-то спасало игроку жизнь в Димон Соллс, это почти безграничное количество лечащих предметов. Да, никаких тут вам ограниченных фляг с Эстусом не было. Зато была целая куча травы, ещё и разных видов. Глобально их можно разделить на три вида. Одна восполняет совсем чуть-чуть здоровья, другая – половину, а третья – почти всё. Теперь самое смешное. В путешествии с собой можно взять вплоть до 99 штук каждой. Имея такое количество хилок, в теории можно вообще не умирать. Успевай только вовремя лечиться, и каждая битва выиграна ещё даже не начавшись. Благо, что трава в абсурдно огромных количествах с мобов не валится, а закупиться ей основательно не получится из-за цен. Всё-таки в первую очередь хочется прокачаться и наносить больше урона, а не набивать своим богатством карманы торговца. Впрочем, ни одной хардкорностью едины. Demon's Souls во многом опережала время своей стилистикой, боевой системой, прокачкой персонажа, подачей сюжета и оригинальной концепции мультиплеера. Стилистически, на первый взгляд, перед нами было классическое тёмное фэнтези. Огромные пустые замки, закованные в сверкающие доспехи рыцари, полноценные драконы и демоны. Однако всё это блистало лишь на первых уровнях. Чем дальше игрок проходил, тем очевиднее становилось, что много игра позаимствовала из мифов Говарда Филлипса Лавкрафта. Тут те и забытые подземные города, и монстры с головами осьминогов. Такое стилистическое комбо смотрелось по-настоящему свежо. Но геймплей тоже был необычен, ведь, по сути, выбор стартового класса вообще ни на что не влиял. Игроку давали такой богатый выбор атрибутов для прокачки, что при желании наворотить можно было абсолютно любой билд. Хотите ловкача-мага? Запросто. Или самого обычного рыцаря со щитом, мечом и в доспехах? Ну ладно, товарищ зануда, такой тоже можно. Огромное количество самых разных мечей, топоров, посохов и луков тоже не давало заскучать. Конечно, далеко не каждое оружие было по-настоящему уникальным, но большинство из них ощущалось по-разному. А главное, имело собственный набор движений, благодаря чему засиживаться с одним и тем же оружием ну никак не хотелось. Demon's Souls постоянно поощряла тягу игроков к экспериментам. Однако открою вам секрет. По сути, прокачанная катана всё равно самый ультимативный способ прохождения для скучного мили-билда. Отдельного упоминания заслуживает то, как в Demon's Souls были рассказаны истории мира и общий сюжет. Сначала нам показывали красивый эпичный ролик, где говорилось, что мир потихоньку умирает и... ну... и всё. События после ролика мы наблюдаем уже самостоятельно, а о прошлом этого таинственного мира можем узнать из обрывистых фраз немногих дружественных болванчиков и внутриигровых описаний. Если игрок не уделял им внимания, к концу своего путешествия у него складывалось крайне поверхностное представление о событиях игры. Он не узнавал, почему королевство Балетария находится в таком упадке и что вообще такое из себя представляет хаб-локация. Зато благодаря такому подходу сюжет отходил на второй план и отдавал игру на откуп геймплею. Однако он не исчезал из игры насовсем. Как раз наоборот. Полная картина мира и понимание сюжета становилась настоящей наградой для игроков, что решили приложить хоть немного умственных усилий и вчитаться в описание предметов. Тогда каждая новая кроха информации начинала восприниматься чуть ли не как откровение галактических масштабов. Не стоит забывать и о по-настоящему новаторском подходе к мультиплееру. В Demon's Souls мультиплеер был масштабнейшим экспериментом. В то время игры в своих многопользовательских режимах ограничивались классическим набором из разных вариаций дезмачи или классического коопа. Впрочем, стоит признать, что сейчас глобально не так уж и много поменялось. Пока игрок разгуливал по локациям в человеческой форме, то есть с полной полоской здоровья, к нему в любой момент мог вторгнуться другой реальный игрок в виде красного фантома. Тогда путь к боссу закрывался туманной дымкой, а главной целью становился незваный гость. Пока он жив, пройти дальше нельзя. Однако не всё так плохо. Разработчики дали возможность игрокам призывать в свой мир дружественных фантомов, чтобы те помогали в битве с незваными гостями. Или же вместе проходить особо сложные локации и сражаться с боссами. Такой плотно интегрированный в общий геймплей мультиплеерный режим оказался настоящей находкой. Огромное количество простых людей открыли в нём для себя игру в игре. Настолько интересную, что вся остальная часть Demon's Souls отходила на второй план. Игроки собирались в целые кланы, устраивали бесконечные дуэли, ну или просто портили жизнь бедным новичкам. Понимаете, в чём дело? Когда Demon's Souls вышла, она предлагала тогдашним игрокам то, к чему они откровенно не были готовы. Игре было откровенно, опять же, плевать на ваш опыт и привычки. И уж тем более ей было плевать на правила игровой индустрии. Слишком сложно? Старина, свали в туман, удали меня с жёсткого диска и больше никогда не возвращайся. Demon's Souls не была похожа совершенно ни на что существующей на тот момент в индустрии. Хоть номинально она всё ещё была экшен-РПГ, она выбивалась на фоне конкурентов за счёт своих смелых решений. Небывалая свобода в построении билда. Сюжет, который ещё нужно было заслужить, сложив воедино все кусочки лорового пазла. Мультиплеер своей концепции выбивающийся настолько, что представлял собой чуть ли не ещё одну полноценную игру. И тем обиднее, что по-настоящему о Demon's Souls вспомнили только тогда, когда по всему миру победоносным шествием шла первая Dark Souls. Да, сейчас мастера из Bluepoint сделали шикарный ремейк, и все признают её заслуги. Но в конце нулевых на Demon's Souls не было плевать только сравнительно малому сообществу преданных геймеров. Тогда почти никто не заметил случившейся революции. Однако Demon's Souls сделала главное. Именно она дала жизнь серии Dark Souls. Благодаря ей появился Bloodborne. Именно из-за неё появился такой манящий, но до сих пор не подвластный ни одной студии, кроме From Software, под жанр. Дошло до того, что последняя на данный момент Souls-like игра студии, Elden Ring, стала лучшей игрой 22-го года, опередив мастодонта в лице Sony со своей God of War Ragnarok. А несколькими годами ранее гений Хидетака провернул то же самое с Секиро. Японцы всё никак не перестанут перетряхивать игровую индустрию с ног на голову. Хидео Кодзима, Синдзи Миками, а теперь в этом пантеоне восседает и Хидетака Мейдзаки со своей вечной и необузданной формулой соулс-лайков. Не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети. ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Телеграм. Напишите в комментариях рассказ, о какой игре, опередившей своё время, вы хотели бы услышать в следующий раз. Скоро услышимся, пока!